сегодня исследую окрестности города юрмалы неизведанные тропы какая-то дорожка непонятно куда ведет вот самое интересное что дорога то была когда-то асфальтом покрыта значит была какая-то значимость этой дороги какому-то на объекту вела просто также не асфальтировали бы дорогу в лесу так вот что у нас здесь как как чернобыльская зона до хуже наверное ужас какой да это все территория национального парка страх божий были большие корпуса такие хозбоки а почему потому что закончилась советское время и больше это никому не нужно было не нужны были эти санатории в юрмале нужно было лечиться все уходим отсюда уезжаем нелицеприятно здесь неприятно находиться я бы одна вообще ни за что бы не подъехала даже близко а дальше дорога симпатичная идет очень даже симпатичная глухая немножко но она проезжая посмотри вот едем где мы выйдем там едешь за мной мы конечно по незнакомой дороге Воздух такой, вообще бесподобный. Сегодня совсем не жарко, так скажем, где-то 22 градуса стоит. Воздух такой влажный, очень приятный. О чудо, мы нашли цивилизацию. Национальный парк Кемери разливали бобровый ландшафт. Местность, преобразовавшаяся в результаты деятельности, поселившаяся на ней бобров. Тут бобры живут. Это их поселение. Ландшафт перед вами был создан бобром. Крупнейшим европейским грызуном. Так, построили плотины, необходимые в обеспечении подводного входа в свой дом. Бобры также меняют гидрологический режим в окрестностях. Деревья начинают умирать, а количество сухостоя значительно возрастает. Среднее количество металлелесины в лесах латы составляет 17,7 квадратных га в национальном парке Кемери. Вот этот бобер. Бобр. Бобр. Бобр этот. Вот они в каких норках живут. Слушай, комары заели, я больше не могу. Ой, тут еще птицы живут какие-то у нас. Дзенис, это кто был этот? Я забыла. Этот, который стучит по дереву. Дятел. Дятел. И птичий какой-то орел. Еще. О, какая у нас тут фауна. Ну вот сейчас покажу. Здесь такие вот реальные вообще. Тут болото, болото. Нереальные. Очень реальные. Так. Ну вот, пожалуйста, указатель. Межа Мая. А где это Межа Мая? Мы что, проехали разве? Кудра и... А что тут написано? Вот это еще внизу. Я не вижу отсюда. Поехали туда, может, вот туда? Нет, нет. Нет? Поехали к дому. Поехали к дому? Там Кемере будет больше. А, ну хорошо. А туда? Тогда чтобы... В общем, мы тут как этот Иван Царевич, да? И серый волк? Да. На... Распутие. На Распутие. Давай прямо поедем. Прямо. Ой, ну давай прямо. Так, вот какое здесь болото. Что? Это еще не болото. Это еще не болото. Но посмотрите, какие тут дебри. Ну вообще тут прикольно, да? Так, вот если время... Я первый раз здесь. Я первый раз здесь. Ты тут сто лет живешь. Ладно, я тут меньше, чем ты, да? Мне простительно, а тебе нет. Что ты здесь первый раз. Люди издалека приезжают на эти болота полюбоваться. А почему они такие все уже эти? Да? Смотри, деревья. Все плохо, да. Что им так плохо? Что у них? Радиация, что ли? Подъем. Да нет, у нас нет радиации. Нет, нет. Вот какая дорожка. Все тут хорошо. Меня комары заели. А, ну это, наверное, бобры. Я думала, человек, да? Это бобры вот прокладывают, да? Ну они там, да. Да, это они тут орудуют. Ой, какие здесь заросли. Вообще классно. Мне нравится. Да ладно, бобры. Да что тут человеку делать? Ой, ой. Фу. Вот это дорожка. А ты знал хорошие места? У нас только тут таких хороших мест. А лето? Ну сколько? Ну, с мая можно тут лазить. Ну, может быть, по сентябрь. Так, грязюка. Вот выехали в такое красивое место. Но здесь идет линия электропередач. Поэтому здесь полоса. Вот вырублена леса. А вообще здесь гремучий, гремучий, дремучий, гремучий лес. Мы даже не знаем, кто из залез. Около нашего дома. Где-то рядом. Да, не около нашего. А нас дальше тут дом. Ну да. Не рассказывай никому, где наш дом. Ох, какие. Все хорошо, но здесь очень много комаров. Тут нереально сегодня. И дрова хорошие, дрова. Дрова хорошие, да. Хорошие. У меня такое чувство, что мы не у себя дома. Ну, не у нас, да? Что здесь вообще такие громадные эти ели. Вообще какое-то, кажется, да, где-то далеко. Ты здесь был? У меня ощущение, что мы вообще заблудились. Как заблудились. Ну, дорога же идет? Ну, идет. Ну, если что, у меня навигатор есть. Это ваза. 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 Не боюсь с тобой. Ладно, ну поедем вперед. Вперед. Так, мы находимся здесь. Прямо в эпицентре. Глухомане. Ой, от озера мы далеко уехали. От дороги тоже. Давно я не видела этого борщевика. Уже давно, да? А вот здесь мы нашли целые заросли его. Он же очень размножается. У нас нет такого. Ну, как-то было одно время, да? Ну, его уничтожили, да? А вот здесь есть, да. Это очень опасное растение. Смотри, там реальное болото. В общем, едем. Едем. Красота. Красота. Комары. Птички поют. Главная погода хорошая тут, да? Очень хорошая. У бобры здесь, да? Поработали хорошо. Ну, они работают здесь. Работают. Ну, как бы, да. Пацаны какая-нибудь тут навалили. Подожди, я велосипед поставлю. Ближе подойду. Будешь ставить? Да. О, как здесь. Вообще. Девственная природа. Да? Это Юрмала. Это Юрмала. Вот это мы забрели. Дальше дороги нет. Осталась только тропка. Ну, давай дальше туда. Прибегайся. А что делать? Тропка-то идёт. Ой. Ой. Вот это да. Вот это мы забрались. Ну, посмотри, тут же цивилизация, что-то накидано. Мама дорогая. Давай, давай, подвигайся. Ой, здесь цепляются сучья. Потому что надо посмотреть, где мы находимся. Ой. 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 У меня уже полные ноги там какого-то мусора. Вот это дебри. О, смотри. А почему здесь? Это дорога. Это дорога. Это дорожка. Ну, в общем, мы тут уже идём. Ехать тут невозможно. По этой тропе. Комары жужжат. Вот здесь, смотрите, как тут вообще перебраться. Даже не знаю. Сюда, наверное. Ой. Так. Всё, выбралась. Здесь. Ну, здесь, наверное, на квадроциклах ездят, да? Да. В квадроциклах не съездят? Здесь трасса. А вот здесь немножко более-менее нормальная пошла. Тропинка. Так. Ну, всё нормально. Выехали в цивилизацию. К станции Кудра. Так. Значит, вот какой мы маршрут проехали. Круг проехали. У меня имя. Озеро Слокос. Вот. Выехали. Вот, да. И обратно вернулись вот в Кудру. Сколько времени нас заняло? Девять сорок семь. Так. Полтора часа. Удовольствие оборудование. Полтора часа ехали. И шли. Ну, всё. Вот такие у нас неизведанные тропы. Ставим лайки. Всем пока.